СНТ Кожино. Десятки жилых домов, которые в минувшие выходные оказались в непосредственной близости от опасного возгорания. Пожар начался в лесу неподалеку. К счастью, оперативные службы сработали быстро, огонь не успел добраться до построек. Такие территории на особом контроле администрации округа. Ежедневно у нас проходит патрулирование наших деревень, СНТ, в рамках безопасности Подмосковья, тем более в пожароопасный период. И ежедневно мои сотрудники совместно МЧС патрулируют заданный маршрут по недопущению профилактики пожаров. Оценить масштабы возгорания, не выходя непосредственно на место пожара, которое обычно труднодоступно, помогает технические средства видеофиксации. В арсенале щелковских спасателей квадрокоптер. Именно с его помощью специалисты убедились, сейчас здесь уже не опасно. Также спасатели используют и другие средства для быстрого реагирования. У наших патрулей вот такой вот маленький ранец, он на 15 литров, эффективные средства, потому что вы видели сегодня, в лес не так просто пройти. Призываю граждан городского круга щелков быть очень внимательным к тем, что происходит рядом. Значит, сейчас любая спичка, любой окурок, любая потушенная сигарета приводит к пагубным последствиям. Причем в опасности не только лес, но и стихийные пляжи возле водоемов. Например, такие, как этот на Кожинском карьере. Чистая вода, яркое солнце, красота. Вот только у летнего зноя есть обратная сторона. В условиях особого противопожарного режима от разведения костров и шашлыков лучше отказаться. Тем более штрафы за нарушение требований пожарной безопасности возросли. От 10 до 20 тысяч для гражданских лиц. Не, вы знаете, что по федеральному законодательству у нас разведение открытого огня запрещено. На первый раз мы вас предупреждаем. Да, на переставочку, в общем, сейчас очень много сил у нас горят леса. Да, это я слышу, но поэтому... И сами очень много жалоб идет от жителей из-за того, что большой смог. В целом, сами жители к такой проверке отнеслись с одобрением. Ведь место, где приятно провести время, должно быть безопасным. Спасибо вам большое, как бы, все здесь чисто, аккуратно. Мы замечаем, часто здесь сотрудники ходят, смотрят. В рамках этой проверки сотрудники администрации вместе со спасателями также обратили внимание на услугу проката водного инвентаря. Они предупредили, что правила безопасности на воде должны соблюдаться неукоснительно. Жилеты выдаю всем, кто хочет. Нет, вы не имеете права выдавать всем, кто хочет. Вы обязаны выдавать спасательные жилеты, значит, тогда не предоставлять услуги. Понимаете? Давайте с этим делом построже. В завершении рейда проверяющие раздали жителям листовки, чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok